Егора Белозерова, Егор Братское Сердце, эти аплодисменты тебе, пожалуйста, включайся. Петр, спасибо огромное тебе за прекрасное наполнение, за твою ежедневную активность, за твою ежедневную бодрость, за твой заряд, за твой дух. И мы величайшие во все времена, и первое место в мире, несомненно, это ваша судьба, это наша судьба, легендарный активный тренер. Ну вот, что хочу сказать, командная работа, да, пока я провожу суперджамп, кто-то там, Владимир Довган с Петром Силкиным занимается личным кабинетом, разрабатывается, присоединяет нам, переводит этот личный кабинет, да, это команда, это круто. И это, конечно же, одно из главных преимуществ этого бизнеса, это замечательно. Ребят, сегодня хочу поговорить о том, что я делал, чтобы запустить человека, когда мне приходит новый человек, я с ним общаюсь, в каком формате, да, и что я ему даю. И вообще понять, а почему у кого-то получается, а у кого-то нет. Когда вы прописываете себе эти 25 пунктов, я буду сегодня, ну, прям быстро можете диктофон поставить, потому что наверняка записывать вы не будете успевать. Когда вы пропишите себе эти 25 пунктов, вы можете прям себя анализировать. Нет результата, потому что я выполняю это, это, или у меня сегодня нет результата, потому что вот это, вот это я не выполняю, потому что этому я не соответствую. Я делюсь только своими инструментами, которые работают у меня. Это нормально. Прежде чем практиковать вот то, что буду передавать вам я, вы пообщайтесь со своим наставником, да, там, скажите, вот Егор говорил так. Возможно, вам он говорит как-то по-другому, да. Мы международная ассоциация, мы команда, я стараюсь быть максимально щедрым, отдаю все инструменты, которые работают у меня для вас. Для чего я это делаю? Да чем быстрее у вас будут результаты, тем быстрее мы выйдем на мерчендайзинг, тем быстрее мы выйдем на IPO. Это, ну, такая вот закономерность, да. Важно понимать, что мы здесь плывем все с вами в одной лодке. И если кто-то не гребет, кому-то становится тяжелее, поэтому нам нужно грести. Поэтому инструментарием своим нужно делиться. Это нормально, это естественно. Это еще было у нас зарекомендовано Робертом Ра, когда появлялись первые результаты, первые инструменты достижения цели. Готовы? Поехали. Первый. Что самое главное для каждого человека, который приходит в нашу ассоциацию, пройти лично суперджамп. Я беру в свою команду не всех. Я сразу говорю. После прохождения методики я у человека спрашиваю, тебе миссия откликается? Тебе методика понятна? Ты здесь и деньги заработать сможешь. Но мне главное, чтобы тебе было желание преподавать и вести за собой людей. Если человеку это все откликается, я с ним начну работать дальше. Те люди, которые приходят на деньги, мне не нужны. Потому что я знаю, что они причинят много вреда нашей ассоциации. Но бывает такое, что люди приходят на деньги, они получают еще и духовное развитие. Те, которые материальны. И такие моменты бывают. Но, в общем, я работаю так. Поэтому первое, пройти лично суперджамп. Второе, быть продуктом своего продукта. Выполнять упражнения. Вы не можете преподавать методику, если у вас нет резинки на руке. Вы не можете преподавать методику, если вы сегодня не делали, будьте здоровы. Мой день начинается с тазика, с водой. Все, я даже, я пасхищу его зубы, выпил стакан воды наговоренной. Сделал упражнение «Будьте здоровы». Поэтому быть продуктом своего продукта. Стать минимум мастер-тенером. Минимум. Минимальная планка. Потому что статистика показывает, и вы меня поддержите, сейчас обращаясь к стартовым лицензиям, что в основном стартовики сливаются. Потому что человек там пришел за 20 тысяч рублей, что-то там себе приобрел, и для него нет никакого, знаете, какого-то желания здесь делать. А когда ты бизнес приобретаешь там уже за тысячу долларов, у тебя есть какая-то жаба. А когда, естественно, стремится к суперлицензии. Естественно. Это важно понимать. Но как минимум с мастер-интеллектренера, чтобы человеку было интересно создавать свой собственный институт. Четвертое. Проявляйтесь. Бизнес работает, когда вы говорите о нем. Все это как магазин. Магазин ваш открыт, пока открыт ваш речевой аппарат говорит. Когда вы молчите и думаете, все, магазин закрыт, написано «клоузет». Ваш бизнес не работает, никуда не идет. Проявление важно. Как только человек приобретает лицензию, важно везде заявлять. В соцсетях, в Телеграме, в Одноклассниках. Рассказывать, транслировать. Вы приобрели такую прекрасную историю. Представьте, что вы нашли золотой родник. И кому вы прежде всего об этом расскажете? Когда у вас полные карманы золота. Своим родным, своим близким, друзьям, что вот есть там куча, начнете рассказывать, транслировать об этом. Если вы щедры, естественно. Поэтому здесь опять же формат щедрости. Пятое. Обязательно сделать качественные фото, сделать везде в Атарке, в новом поле. Можно делать не пола. Можно сделать любые вещи. Но самое главное, чтобы у вас брендированные ваши вещи были. Чтобы вы заявляли о себе, проявляли. Почему? Когда смотрят на ваши Атарки, обратите внимание на мои соцсети. Да, у меня везде одна Атарка, где я стою так. У меня есть суперджампы. Сзади написано суперджампы. Задавать вопросы. Задавать вопросы. Где вы? А кто вы? А чем человеку диагностику пообщаться и рассказать про нашу ассоциацию? Шестое. Познакомиться с партнерской программой. Какой ранг? Сколько нужно партнеров? Какие еще условия для открытия каждого ранга? Как формируются доходы? Вы это должны знать. Почему? Потому что вы... И мы общаетесь. Изучить партнерскую программу. У кого это взять? У своего наставника. Естественно, доить своего наставника. Я называю так. Доставать своего наставника. Наставник будет счастлив, когда вы его достаете. Потому что вы задаете вопросы в этот момент. Записать аудиотренинг. У нас есть аудиотренинг. Я легенда. Владимир Довган составлял. Записать любой аудиотренинг на то, что я самый лучший интеллектренинг. Номер один. На то, что меня ждут мои партнеры. Они ждут моего звонка. Ежедневно миллионы людей ждут моего звонка. Ежедневно миллионы людей приходят в мою команду. Вот на это записать. А седьмое, быть обязательно на всех школах ассоциаций. Обязательно. Это как быть в найме. На совещаниях. Когда вы были в найме, пропускали вы хоть одно совещание. Да выгонят сразу. Лишат вас денег там и так далее. Поэтому на событиях важно быть. На всех мероприятиях. Но в приоритете девятое. Это ваши суперджампы. Это ваши консультации. Это ваши приоритеты. То есть, если, например, человек назначает время такое-то, то приоритет, естественно, для меня это консультация с человеком. Общение бизнеса или по поводу суперджампа. Десятое. Каждый день. Ну, это я рассказываю. Как тема. Утром у нас события. Каждое утро. По средам я провожу школу для своей команды. И по субботам у нас рождение героев или суперджамп помогает людям. То есть, это те мероприятия, которые провожу я. Одиннадцатое. Важно читать слух. Слух, обратите внимание. Для чего? Для того, чтобы формировался ваш речевой аппарат и формировались речевые модули. Читаем книгу. Суперджамп. Компания номер один в мире. Как интеллектренеры создают компанию. Чтобы человек, только пришедший в вашу ассоциацию, понимал, какая миссия у компании, какая цель вообще, к чему стремиться. Несколько раз. Чтобы потом вот эти вот речевые модули у вас были здесь. В чем аппаратик. Двенадцаттое. Отказы. Это наша плата за успех. Отказы. Плата за успех. Тринадцатое. Прописать список 100 контактов и начинать обзванивать людей. Просто рассказать, чтобы приобрести такую-то профессию. Скажите, что вы тренируетесь. И просто расскажите. Можно я на тебе потренируюсь? Да, вот я приобрел такую-то профессию. Расскажите человеку. Делим людей на два типа. Первые люди, которым нужен суперджамм. Вторые люди, которым нужна профессия. Других люди. Нет людей, которым это неинтересно. Здесь у вас их нет. Если здесь нет, нет жизни. Четырнадцатое. Использовать мероприятия всей основной. Использовать суперджамм помогать людям. Приглашать на эти мероприятия людей. Приглашать на каждое мероприятие. Эти события работают. Эти моменты, которые позволяют нам зажигать больше сердец. Пятнадцатое. Собрать группу человек самостоятельно. Минимум. И запустить суперджамм. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы получите признание. Тем быстрее у вас появятся первые интеллект-тренеры в вашей команде. И вы станете лидером. И почувствуете, что это сделали вы. Чем быстрее, тем быстрее. Чем быстрее вы становитесь лидером. Семнадцатое. Создать шум. Шумите слово. Шум. Шум создавать. Не в крысу там где-то в мышку прятаться. И там кому-то там шептать, что вы стали интеллект-тренером. Естественно рассказывайте себе. Восемнадцатое. Развиваться в интеллектуальном клубе. Я клубы до сих пор веду. Клубы это развитие моего речевого аппарата. Для прокачки ваших речевых модулей ораторского искусства. Это интеллектуальные клубы. Девятнадцатое. Система дубликации. Общайтесь с наставником по педагогической цене. Двадцать день. Без оплаты на суперджамп никого не пускать. Ни один день. Один день посиди, два дня. Нет. Табу. Без оплаты никого не пускайте на тренировку. Никогда. Потому что вы обесцениваете. Вы предаете человека. Забираете у него возможность, чтобы он до конца досидел нашу тренировку. Тем самым он приходит первый день бесплатно, уходит, и у него формируется, там что-то посмеялись, там туда-сюда, и он начинает сеять потом еще вот этот негатив, да. Поэтому обязательно оплатят. Чем больше платят, тем больше ценностей. Чем больше вы за суперджамп берете денег, тем больше ценностей получают люди. Ну, так он устроен. Двадцать второе. Вы дитя, относитесь к нему так. Любите его, цените его. Не позволяйте, чтобы кто-то его обсирал, вашего ребенка. Я уверен, что вы за своего ребенка глотку перегрызете, если кто-то будет говорить, что он там какой-то там не такой, да. Если кто-то будет унижать его и так далее, и говорить вам, чем-то вы не тем занимаетесь. Я к Смаге, он сейчас бегает, он сейчас разговаривает, он сейчас ходит в 78 странах и говорит на 25 языках. Я кайфую от этого. И я уважаю, ценю каждого, который помогает мне воспитывать моего детей. Вы вместе со мной это делаете, понимаете? Двадцать четвертое. Даешь силу силе и получаешь слабости. Естественно, двадцать четвертое. В нашем личном кабинете, кто еще не знал, есть 50 школ, миллиардов классов. Есть возможность просматривать эти школы. Два раза хотя бы, две школы хотя бы в неделю смотрите. 50 школ посмотрели заново. У меня все, Петр, передаю тебе...